В первом квартале этого года был зафиксирован перерос в ВВП на 2,4%. Это самый быстрый темп роста за год. Показатель выше предыдущих полутора процентов был вызван тем, что изменения в политике подстегнули приток инвестиций в рынок жилой недвижимости. Тем не менее, в отчете существуют не такие хорошие сигналы за март. Аналитики утверждают, что хорошие показатели не означают ровный путь развития для Японии. Кит Юкес описывает экономику страны как в ничью пользу, ввиду крупного изменения направления политики. Он говорит, что существует искушение сделать больше в этот момент, просто на всякий случай. Частное потребление, инвестиции в жилую недвижимость, экспорт. Все выросло, но эксперты все еще не убеждены темпом роста и верят, что дверь для Токио открыта, поскольку радикальная программа стимулирования принесла только незначительный успех. Перед заседанием Банка Японии и пресс-конференции большинство не ожидают никаких действий на этой неделе, но пока достижение двухпроцентного уровня инфляции кажется невозможным. Анализ повторяет мысли министра экономики, который сказал, в плане сентимента Японии еще не вышла из дефляции. Фондовый индекс Никей вырос на 0,9% на максимальной отметке за 15 лет, пользуясь слабой иеной. Аналитики утверждают, валюта вроде бы пробила замнутый диапазон, в котором она торговала с несколько месяцев, но теперь она застрянет в новом диапазоне. Нормой предполагает, что следующий шаг Банка Японии может включать ETF, и что объясняет реакцию фондового рынка. Дорогие зрители, команда Dukascope будет держать вас в курсе всех новостей по экономике Японии. Оставайтесь с нами.